Вопрос по поводу каменной плиты, которую я привожу. Что же там изображено? Там все описано. Пускай почитают статью. Которые все нюансы летали, что изображено. И там действительно объемные рельефные изображения территории Запада и Сибири целиком. До Алтая. И что еще, то что я говорил, может не все слышали, что как раз в 15 февраля этого года в МГУ было заседание комиссии. Мне чего-то с радостью сообщил, когда я позвонил человеку Викторовичу после этого. Где государственная комиссия, которая устанавливала доставенность информации на этой плите. И полностью военные предоставили спутниковую фотографию, которые, естественно, засекретили. Понимаете почему? Не то, что публичные, а все детальные спутники. Предоставили спутники, сопоставили 100% соответствие. То есть, что это действительно реальная объемная карта данной местности. И был запчет, хотя геологи и историки очень были недовольны этого факта. Ну понятно почему, да? Историки и геологи очень были недовольны. Но смотрите, вот в 15 февраля произошло такое, в принципе, весьма крупное событие, да? То есть, уже официально было подтверждено, что на этой плите действительно загружено объемный рельеф местности с территорией Западной Сибири. На которой были четко видны колоссальные сооружения, сложные искусственные естественно. Плотины там, дамы и тому подобное. И в площадке, посадочной площадке, он и из того, что описывал, космический короткий. Когда-то должно быть событие, ну, по крайней мере, ну, хотя бы дня, да? Хотя бы дня, не говорю, уже больше. Кто-то слышал об этом? Кто-то слышал об этом? Кто-то? Вот, видите? Никто не слышал. А или какую-то белочь найдут. Кричат об этом на все Ивановске, по всем средствам массовой информации. Та же, как я помню, вот когда было цунами пришли вот на Юго-Восточную Азию, и там показывали, вот как, что натворили на цунами, когда вот побережье все смыло и так далее. Я помню, только один раз, но все это прометнуло. Видите, вы понимаете, когда цунами приходят, она приходит, она укатывается на берегу, потом откатывается. И когда волна откатывается, во-первых, она, кажется, приборной линией уходит очень далеко назад, и, в принципе, волна уходящая уносит песок. И когда это произошло, и как кто-то умудрился на снеге-то. И что вы думаете? Вот когда волна ушла в песок с голодом, там вот оказались горогатые линии. Это было показано во всем. Они у нас. И все. Забавно. И так далее, и так далее. То есть, понимаете, как нас держат эволюционы в Вологде. То есть, фильтруют. Ну, это вообще социальное оружие, естественно. Держат вдове ту информацию, которая подтверждает библейскую историю, которая пресветит сын, по-самблению. Даже после подтверждает трудом это пища. А все, что не подтверждается в библейской истории, ничего. Кому-то никогда нет. Будет самый лучший вариант это забвение. Потому что, если что-то опровергать, то при опровергении получается своеобразная отрицательная реклама, как называется. То есть, наоборот, привлекается внимание людей к тому, о чем говорится. Ну, если кто-то читал несколько моих статьй по поводу, ну, там, «Божелый нищий духов», «Пророков Жекровоков» и вообще «Лжебный нищий духов 2» Поймут, что когда в подсквирике пишут, то забывают, что можно получить ответ, и ответ обоснован. И после этого, последние подсквирники говорят, все, хватит. Хватит нам писать об этом проходим, салантюристе и так далее. Их таких тысячи много числи. Мы забыли о нем. Это еще не читали статью «Божелый нищий духов 2». Это после «А пророк, Жекровок и вообще». Видите, они думают, почему? Потому что люди читающие, мне присылали, так сказать, и говорили, что вот люди, которые прочитали первое, «Божелый нищий первое», и говорят, «А, теперь мы поняли». Оказывается, что поняли, что такое, кто был Иисус Христос, это понятно все. Ну, не говоря же в других статьях, там, я там что-то показал, почему. Понимаете, вот, и была такая ситуация, что мне передавали, что, типа, те вархаристские гвардейцы очень сильно отмечают, почему это Москва молчит, ну, такой, лжеученый, а сначала меня называли лжеученым и антисемитным оккультистом. Потом называли, повышали по уму, знаете, по Ирану. Следующий мрайд назвали мне «Желый пророк». Ну, понимаете, поэтому статья по «Желый пророк» уже тут вообще. Ну, и последний меня объявили «Дияволом». Ну, видите, как вырослый Иран. Так вот, они возмущаются, каким образом Москва сидит и молчит, никак не неродирует на те мои книги, которые выпускают. Потому что в Москве, по крайней мере, они немножко умнее, чем те, кто сидели в Архангельске. Потому что, как говорится, они понимают, что, по крайней мере, сидят. Вот она. По крайней мере, в Москве, в патриархии, по крайней мере, умнее. Потому что она прекрасно понимает, что им не выгодно ничего делать для того, чтобы вызывать на себя огонь. Потому что, по моим представлениям, я считаю неправильно подать никого. Я могу объяснять, когда мне попросится чего-то. Спросит вопрос, и отвечает. Только я убежден. Но нельзя навязывать силой даже правильное убеждение человека, если он не ведет других. Поэтому, а вот когда она напагает, то я имею право ответить. Они-то прекрасно понимают, в отличие от того, что это не понимает совершенно, что это цифия жителей Архангельска. Вот еще несколько человек, и я знаю даже фамилию, кто же там стоит. И то же самое, протеи Соколов, просто его основательно подставили, что он писал в цепи, потому что авто стопей и так далее. То есть у него он просто подставился в подпись свой, чтобы придать вес тому, что в этом пишется. Поэтому ситуация, в принципе, очень простая. В том, что мы с вами должны проснуться. Нравится, и мы думаем, я уверен, что проснемся, не в зависимости от того. Нравится это, не нравится врагам. Хотя там, наконец, сейчас есть, в принципе, оружие, которое, в принципе, позволит нам очень многое. И это оружие не за счет уничтожения. И это оружие гораздо более эффективное против работ, которое позволит их полностью нейтрализовать. А сами они тут живые. И не только кто-нибудь. Мы не знаем, что они сейчас. Да. Когда идут sneeze под話 потом. Удачи. Продолжение следует...